Ну, в Киеве стоит жилище, я не помню, то ли из Межрич, то ли из Мезина, но это, в общем, одно и то же примерно, это все на Украине, но люди далеко не всегда жили в пещерах, потому что пещеры банально есть не везде, и на территории такой равнинной Украины, ну, равно как и рядом расположенных всякой там Липецкой области, Брянской области, с пещерами это напряженка, поэтому люди жили где могли, в том числе строили вот такие жилища, но это не отменяет того, что в жилищах пахло, наверное, не очень. У нас вообще, строго говоря, есть два источника информации по этому поводу. Первый образцово-показательный, это, понятное дело, археология, когда мы все это раскапываем, да, и видим, вот здесь пещера, здесь жилище, здесь там еще что-то такое, здесь стоянка. А второй, это свидетельство этнографов, потому что в конце 19 века, ну, даже в середине 19 века еще совпала такая вот цивилизационная, как бы, история, что с одной стороны уже были цивилизованные развитые страны с продвинутой наукой, откуда могли приезжать всякие люди, которые записывали научным образом свои впечатления о происходящем. А с другой стороны, по всяким углам планеты сидели еще такие диковатые персонажи, которые от каменного века местами совсем не уехали, ну, или недалеко уехали, ну, а некоторые прямо вот реально в каменном веке так и жили. И свидетельства таких людей, того же, например, Чарльза Дарвина, они в этом смысле чрезвычайно показательны. Сейчас таких дикарей, прямо скажем, немного, то есть они все уже так или иначе цивилизованные, и, наверное, единственные остались еще вот андаманские аборигены на Сентинельских островах, которые прямо вот реально еще и первобытные, с каменными орудиями, но они неконтактные. Тут же у нас есть еще такой нюанс, что есть такая проблема черного ящика. Пока мы смотрим на это со стороны, мы ничего не понимаем, что происходит. Как только мы туда влезли внутрь, мы все поломали, и уже все происходит не так, как должно быть. Но, тем не менее, совокупность усилий археологов и этнографов, столетней давности хотя бы, да, дает первое представление о том, как люди жили. И тут, как обычно это бывает, важно не удариться в крайности. Потому что, с одной стороны, некоторым представляется, что в древности все было плохо, ужасно, ну, вот как вы описали, да, все там в каких-то вонючих шкурах, горбатые, скривоногие, больные там и несчастные, значит, еле теплились там где-то на просторах каких-то ледниковых мест. Вот, а с другой стороны, есть прям противоположный стереотип, что, дескать, был какой-то рай земной, что такие эльфоподобные, значит, предки, чистенькие, красивенькие, как раз вот в фильме «Миллион лет до нашей эры», там-то как раз такие, с укладкой волос, да, с такой модной, ходят, едят с куста, все свеженькое, с витаминчиками, и у них все прям в жизни хорошо, ну, такое прям замечательное. Ну, конечно, потому что от каких годов фильм? Ну, в зависимости от того, каких годов фильм, они очень по-разному будут выглядеть, древние люди. Вот, а реальность, она, как обычно, бывает более-менее посередине. То есть, с одной стороны, есть такая научная вполне себе концепция первобытного изобилия, что действительно планета-то была в среднем богата, и у людей был выбор, самое главное, куда пойти. То есть, понятно, что были тоже там и пустыни, и какие-то высокогорья там холодные, голодные, да, но люди всегда могли встать и уйти на новое место, где есть еще непуганные стада, где есть куча там всяких растений, да, еще что-нибудь такое. Даже если это какая-нибудь ледниковая Европа, ну, из костей мамонта, вот как в этих Мезине, Межирче, да, построили дом, туда заселились, все у них хорошо, вокруг бегают бизоны огромными стадами. Каждый день по бизону, они же, вот из этнографии, из индейцев известны, они часто охотились только, чтобы съесть язык. То есть, вот бизон огромный, да, съели язык, остальное бросили, и бог с ним, как бы, кому это надо. Ну, потому что там еще миллион пасется таких, вообще без проблем. Охотиться они умели, с этим у них проблем не было. С другой же стороны, это все было по сезонам, вот это изобилие, потому что, когда какие-нибудь там бизоны кочуют, да, вот их много, олени через там реку переправляются, вот их на колошмателе там тысячу штук, половина уплывала по течению, половина там укаваляла куда-то раненая, половину волки съели. Ну, часть осталась, как бы, нам хватит. Сегодня мы пируем, завтра мы еще тоже пируем, послезавтра мы лежим, у нас животы болят, а послепослезавтра у нас голод настает. Еще две недели потом помираем с голоду, и кто-то и помирает в буквальном смысле. Они не экономили, они не планировали, как правило, ну, опять же, что из этнографии прекрасно известно, вот, хотя иногда, конечно, было и то, и другое, там ямохранилище-то иногда находят, но чаще всего это ямохранилище для вещей, а не для еды. Просто способов не было, ну, заморозить можно там в вечной мерзлоте, но тоже большинство людей-то жило не на севере, на самом деле, а на югах, там все просто портится, вот, но зато можно пойти еще новое насобирать. И то же самое касается, например, там одежды и жилищ, и чистоты, как бы, вот этой гигиены бытовой, потому что, с одной стороны, большая часть планеты жила, большая часть населения планеты жила там, где одежда, в принципе, не нужна, и вплоть до, не знаю, начала и середины даже 20 века огромное количество населения планеты жило вообще без одежды и не заботилось этим никак вообще, то есть им было хорошо, то есть некоторые и сейчас так же пребывают, то есть, ну, это уже третворное влияние цивилизации, что там понаехали всякие миссионеры, сказали, ай-яй-яй, ходить голыми, это нехорошо. Ну, при этом у миссионеров это, как всегда, чудесным образом сочетается с тем, что в райском саду было хорошо, и Адам, Ева ходили, значит, такие простые, обнаженные, все это было прекрасно и божественно, а вот попуасам нельзя. Ну, это, как бы, другая история немножко уже. А те, которые жили на севере, там, где нужна одежда, они были с одеждой. И из палеогенетики, например, насекомых, мы знаем, что у неандертальцев, скорее всего, были вши. И, скорее всего, мы платяных вшей взаимствовали от неандертальцев. Ну, потому что, а как же без этого-то, куда же деваться-то? И то, что у них была помойка сплошная и под ногами все время что-то гнило, это вообще не вопрос. Ну, в тех же вот этих чудесных домах из костей мамонта, ну, недавно в костенках накопали еще одно такое жилище, ну, несколько лет назад, там есть кости, находящиеся в анатомическом сочленении. Это значит, что в стенку жилища были вмонтированы части тела на связках. Ну, зимой, как бы, может, там трудно было все это распилить, но летом-то оно так иначе оттает, и пахнуть-то оно по-любому будет. Поэтому свидетельство всех этнографов, которые можно привязать как-то к такой первобытной жизни, ну, например, Роберт Пири, да, писал там про эскимосов, что редко какой европеец там много выдержит в жилище там счастливого эскимосского семейства, и что там дух стоит такой, что там хоть топор вешай. Ну, это близко к тексту я цитирую, потому что я эту лекцию там читал несколько раз, уже наизусть выучил. Вот то же самое описывали для индейцев, для там каких-нибудь, не знаю, эвенков наших родных, и там для кого угодно еще. Но чаще всего жизнь облегчалась тем, что они жили очень недолго, то есть они сели на место, поплевали, покидали, все это дело, да, снялись и ушли, ну, когда уж сильно воняет, допустим, там все побережья, там всех вообще морей были завалены этими ракушками всякими съедобными. Народ это йо, это вот такие раковинные кучи, они тянутся реально на километры. То есть люди сидят, едят ракушки, да, рыбу какую-то ловят, тут же там умерших хоронят, обряды совершают, но когда начинает вонять так, что уже вот просто находиться там невозможно, ну, встали и отошли на 5 километров, проблем-то, господи. Ну, вот, то есть права на землю нету, население мизерное, плотность населения один человек на 100 километров, вообще не вопрос. Вот, взяли и ушли. Есть же описание, как европейцы осваивали, например, территорию нынешних США и могли вот эти экспедиции европейские неделями идти по каким-то там лесам и саваннам, ну, этим прериям, и не встретить ни одного человека. Это еще до истребления индейцев, то есть когда у них вроде как все было хорошо. Вот, но просто плотность населения мизерная. И вот как бы можно так жить. Вот, то, что они воняли, это вообще не вопрос. Большинство, конечно, не мылось. Даже где мылись, это там не особо что спасало, ну, по тем же, допустим, полинезийцам, да, хотя это уже земледельцы даже. Есть же описание, что они все покрыты вшами, то есть они каждый день моются в море, плавают. Ну, вождь такая сволочь, что ее мало чем можно убить-то вообще. Вот, и одно другого ни разу не отменяет. Если посмотреть в культуре практически любых народов мира, одна из главнейших вещей, это частый гребень такой деревянный. Это не чтобы причесываться, это чтобы в шеи вычесывать вообще-то. И там всякие для этого приспособления были, охры в немалой степени для этого же мазались, чтобы паразитов извести с себя. Но зато они жили хорошо, беззаботно. Ну, например, показатели стресса, ну, есть такие показатели стресса на скелете, типа там повреждения эмали зубов, там еще что-нибудь такое. Для людей гельбергских, живших 450 тысяч лет назад, в Испании, и вот эти показатели стресса меньше, чем у современных испанцев. При том, что они старше 35 лет не прожил никто, из группы там в 32 человека. Но, тем не менее, как бы зато хорошо жили. То есть вот свои там 30 лет они жили чудесно, и у них все было прекрасно. У них, тем более, не было сравнения. Вот сейчас у многих народов проблема больше даже не физическая, а чисто психологическая. Потому что если какой-нибудь там попуас на Новой Гвинеи, да, видит туристов приезжающих, у которых есть там телефоны, фотоаппараты, да, всякие чудесные вещи, жвачка, кола, там, пятое-десятое, ему просто становится рано или поздно завидно. У него этого ничего нет, а у туриста есть. Ну, отсюда вырастают всякие там карго-культы, когда там, как известно, после Второй мировой войны, когда американцы там базы военные устраивали, да, попуасы, а потом уехали американцы, а попуасы стали строить всякие аэродромы из соломы, там, эти самолеты из веток, там, вышки сторожевые, ходить парадом, типа, с палками, типа, с ружьями, да, строим, чтобы привлечь, как бы, богатство вот это американское. Ну, как бы, у американцев вот они так все делали, да, и у них все это было. Значит, если мы так будем делать, то тоже появится. Но, как бы, так-то оно не работает, а как на самом деле им никто толком не объяснил. И вот зависть, она губит сильнее, чем, собственно, реальные невзгоды. И люди, когда падают духом и начинают думать, что вот там-то хорошо, а у нас-то все так плохо и печально, тут-то начинается бардак. Да, далеко ли у нас он в 90-х годах, что не так было. Ну, то же самое, тоже карго-культ, тот же самый, да, тоже все в депрессии. Ну, сейчас, как вы, вроде, более-менее оклемались, вот. Сейчас, может быть, скоро в Америке, наоборот, такое появится с их темпами. Вот, так что древние люди жили, как древние люди. То есть они не были какими-то прямо сказочными там созданиями, да, которые там близко к природе, заботливые, там все такое, 5-10-е. Они были простые и практичные. Еще, кстати говоря, не надо забывать, что у них удивительным образом сочеталась, с одной стороны, бытовая практичность, когда они все делают, чтобы выжить, да. То есть все нацелено на то, чтобы вот не помереть с голоду, от болезней, с соседями как-то там справиться и все такое прочее. А с другой стороны, одновременно с этой практичностью, совершенно мифологическое мышление, абсолютно аологичное. Когда весь мир заполнен духами, какими-то там непонятными сверхъестественными существами, с которыми тоже надо договариваться, от которых зависит все это больше еще, чем как бы от реальности. Там какие-нибудь близнецы родились, там надо то ли праздновать, то ли наоборот горевать, но с большой вероятностью эти близнецы будут убиты, например, да. Если кто-нибудь там с каким-то не тем цветом глаз родился, его тоже как бы на всякий случай, может быть, убить надо. Если это соседи, то их тоже на всякий случай убить надо. Ну и как бы оно все просто решалось. В общем, практично, опять же. Быстро и незамысловато. Ну, всем, кстати говоря, на эту тему рекомендую посмотреть, шикарный есть фильм «Десять лодок» или «Десять каноэ». Ну, не в качестве рекламы, это старый фильм, а просто он хороший. Там вот как раз австралийские аборигены, да, там сидят аборигены, приходит какой-то чужой товарищ. Ну, фильм художественный, но снят аборигенами, как бы по мотивам реальной жизни. Приходит другой товарищ, и вот они сидят на него, смотрят из кустов, он их не замечает, и рассуждают, что с ним сделать. А может быть, это колдун, может, он пришел, чтобы на нас порчу навести. А может быть, что-то там с ним еще не так. А может, он хочет украсть нашу еду, а может, он хочет украсть наших женщин. И он же подарки не принес, он пришел не на стоянку, да, открыто и там, как бы, поговорить с нами, а вот сидит в кустах спиной к нам, непонятно, что делать. А давай его убьем, давай убьем. Взяли, убили его. И мы не знаем, кто он такой. Ну, как бы, у него, да, две руки, две ноги, но кто сказал, что это человек? И как бы взяли, что-то он человек и всякие сложности из-за этого, но это уже потом будет. А сейчас, в данный момент, так. Ну, вообще, как правило, ценность человеческой жизни, конечно, была близка к нулю. Ну, если честно, мы очень мало знаем, как там к детям относились. Иногда, кстати, очень даже заботились. Вот в Кавзейхе, это в Израиле, есть такая пещера, там есть ребенок, которому лет в шесть по голове прилетел какой-то булыжник, ну, неизвестно откуда и как, там кто-то стукнул его, или сам где-то там ударился. Но, в общем, у него было поражение мозга, так что он не мог там разговаривать, у него нарушение координации, там, понимание памяти, там, все на свете, да. То есть он явно был, короче, неадекватный после этого. И он еще шесть лет прожил. И умер он в 12 примерно лет. Уже по какой-то совершенно другой причине, уже с этим не связанной. Но шесть лет о нем заботились. Его кормили, его поили, все с ним было хорошо. И таких вообще есть одно количество примеров, когда люди с какими-то врожденными патологиями, когда с детства они не могли ничего как бы делать, тем не менее как бы жили долго и счастливо. В Дольних Вестойницах в Чехии там есть тройное погребение. Девушка, да, ну, сестра, как бы и два ее брата с ужасными патологиями. То есть она была там умственно отстала, с каким-то ихтиозом, аллопецией, там, бог знает чем еще. И вся перекошенная, с каким-то ужасным лицом, кривыми руками, ногами. Братцы у нее такие же, там тоже глухие какие-то. Вот. И ничего, вот они дожили до 20 примерно лет. Ну, правда, потом их в жертву принесли. Но это уже второй вопрос. В Ромито там есть погребение. Ромито-1, Ромито-2. Это в Италии 12 тысяч лет назад. И вот который Ромито-1, скелетик, это карлик с ахондроплазией, у которого очень короткие ручки-ножки, да, он ростом там метр. И ничего, в могилке он оказался со скелетиком Ромито-2, который скелетик девушки, в обнимку, причем в буквальном смысле они обнимаются. И вот до 20 с чем-то лет он таки дожил. То есть он явно с детства не мог не охотиться, ничего там полезного такого особо делать. Ничего, его как бы поддерживали. 20 лет это нормальный срок жизни для того времени. То есть вот всю жизнь нормально он прожил. Будучи, ну, как бы по их понятиям, ну, совершенно как бы неработоспособным. Ну, сейчас людям с такой комплекцией тоже проблемы уже какие-то возникают, да, а уж тогда ты подавно. Но другое дело, что если ребенок с какими-то жесткими отклонениями, может быть, о нем заботиться-то и будут, но он же как бы все-таки свой, да. Но если ресурсов хватает, если не хватает, его, может быть, и прибьют. А с другой стороны, у многих таких простых незамысловатых народов, да и замысловатых тоже, там, у инков каких-нибудь, есть такая идея, что если человек такой перекошенный, это может быть потому, что его бог потрогал, например, да. То есть есть божество, оно же крутое, великое, могучее. Если оно потрогает человека, того вот этой силищи божественной все перекосит, у него там все прям наперекосяк пойдет. Он там оглохнет, ослепнет, я не знаю, там скрючит его. Вот. Но если его бог потрогал, это значит, что его бог любит, он понравился этому богу. Поэтому, если есть вот такой какой-то весь, там, горбатый, кривой, слепой, там, и так далее, мы его будем поддерживать. Но когда придет нужда, ну, допустим, у нас там северные олени кончились, да, надо богам передать, как бы, просьбу. Ну, дайте нам, в конце концов, северных олени, что за ерунда. Они кончились, есть хочется. Вот. Надо как-то до них эту информацию донести. А кто может донести лучше, чем любимчик богов? Вот мы берем этого карлика, допустим, да, какого-нибудь там, или горбатого, или кого-то еще. Вот. Ему объясняем. Вот, как бы, ты сейчас отправишься к богам, и скажи им, чтобы они нам прислали, в конце концов, оленей, сколько можно ждать. Вот. И вот там раз. И вот у этой, допустим, девушки из Дольних Вестойниц, у нее в зубах ребро лошадиное торчит. Ну, как бы, неспроста, наверное. Вот. Ну, то есть, видимо, когда ее прибивали, ну, вообще, когда три человека в одной могиле, это подозрительно, как бы, люди втроем-то не помирают обычно. И, видимо, чтобы не кричала особо. Или, допустим, в Маркиной горе, ну, там, правда, патологий у нее сильно, не очень много, но тоже есть. У нее там два отверстия в тазовой кости от копья. Вот. В Сунгере там двойное погребение детей, тоже таких довольно странных. Там какая-то кривоногая девочка, которая, может быть, не девочка, может быть, мальчик. Вот. И мальчик, который с одной рукой, тоже весь какой-то странный, с болезнью какой-то, типа, там, ахинококоза или что-то такое. И у него тоже в тазовой кости дырка. И вот они вдвоем там в могилке лежат. Все засыпаны всякими чудесными вещами, типа, там, выпрямленных бивней мамонта, каких-то статуэток, жезлов начальника и там, что-то у них нету. Ну, на самом деле, оно впечатляет, потому что мы просто про одежду слишком мало знаем. А если вдуматься, ну, а во что они еще должны быть одеты 36 тысяч лет назад? То есть это разгар ледникового периода. Это охотники на северного оленя. Они не могут бегать просто завернутые в какой-то обрывок шкуры, как это вечно изображают на вот примитивных таких реконструкциях, да, ну, даже реконструкциями это слишком гордо назвать, на картиночках, когда вот такая шкурка на поясе, да, обязательно какая-то портупея такая через плечо и еще чаще всего какая-то пятнистая в обязательном порядке, типа от леопарда. Но это чушь собачья, конечно. Такого костюма не было практически никогда и ни у кого. Ну, потому что он не функциональный, и смысла не имеет ни малейшего. А это люди, которые по интеллектуальным способностям такие же, как мы. И, собственно, почему они должны заворачиваться в какие-то ободранные шкуры, если вокруг мороз, да, а у них с мозгами все, как бы, с головой хорошо. Естественно, они одевались нормально. Просто это тот случай, когда мы эту одежду можем увидеть. В Сунгирске вот эти погребения, ну, там два погребения, да, три скелета, ну, одно двойное погребение, были засыпаны огромным количеством охры, а одежда вся была расшита бусами из бивня мамонта. Каковых там суммарно где-то 7 тысяч штук. И, кстати говоря, та, которая девочка, которая, может быть, не девочка, у нее правая рука с таким износом, что видно, что это она ковыряла, собственно, эти самые бусы из этого бивня мамонта. И благодаря вот этим бусам, которые там довольно густо были нашиты, ну, упорядоченно при этом на самом деле, и там не только из бивня мамонта, там из каких-то песцовых зубов, из там какой-то коготь, по-моему, этого пещерного льва, там еще что-то такое есть. Вот, можно полностью, ну, не можно, а оно и сделано, реконструировать одежду. И охра засыпана в складки одежды, она в складочках попала, и это прекрасно видно все было. Ну, вот, и реконструирована одежда, там такие лунты сшитые со штанами, нижняя одежда, верхняя одежда, накидка, типа такого плаща что-то, шапки, причем там в разных версиях, там у кого-то шапки, у кого-то капюшоны. И, в принципе, эта одежда примерно такая же, как у современных северных народов. Ну, современные они там все в обычной уже европейской, конечно, ходят. Ну, вот, но еще там 50 лет назад буквально, или там чуть пораньше, 100 лет назад, они одевались по-своему, да, делали свои какие-то кухлянки там, что-то такое. И здесь вот то же самое, потому что это практично, это то, что нужно в этом климате. Просто в других случаях мы этого не замечаем, ну, когда у них не было это расшито, не было охра засыпано или не зафиксировано, потому что это же еще археологи должны хорошо раскопать. Вот, а тут это изучено здорово. И одежда была важным элементом, причем там же все эти бусики и прочее, они же тоже не просто так нашиты. Они же могут значить там пол, возраст, статус какой-то, ну, со статусом у них там у всех примерно одно и то же, конечно, было. Но, тем не менее, там сколько он, не знаю, там врагов убил, там медведей забодал, там еще что-нибудь такое сделал, это что бы не отразить в одежде. Понятно, что там униформы какой-то не было, то есть каждая одежда шилась-то отдельно, да, это индивидуальное производство, ручная работа, хендмейд, и современные вот эти все северные народы тоже там двух одинаковых одежды не найдешь. Это не на фабрике делается, но на конвейере. Ну, тем интереснее, на самом деле. Поэтому с одеждой у них как раз все ожидаемо. И более того, допустим, по находкам вдоль них в эстоницах, известно, что примерно в это же время вот в Чехии было ткачество, там найдены кусочки глины, которые запеклись рядом с очагами, и на них есть отпечатки тканей. Причем это не вязаная, не плетеная, а именно тканая на станочке на каком-то, ну, пусть примитивном каком-то, хотя там, судя по типу плетения, и не самым примитивным. А это тоже датировка, там, 26 тысяч лет назад, там, 30 тысяч лет назад. Собственно, что мешает? Почему нет-то? Мы часто очень сильно недооцениваем наших предков. Вообще у них с головой все было хорошо. Они от этого интеллекта своего, от своих способностей, умений зависели. Это мы можем быть разгильдяями, ничего не уметь, не хотеть, и тем не менее не помирать. А они так не могли. Ну, надо сказать, что, как-то у вас прозвучало, что прям современный человек прям никакой. Мы тоже не так плохие. Мы все-таки живем в два раза дольше них, мы зато не голодаем, нас не едят тигры. И если современному человеку надо, он все это осваивает прекрасно. Есть довольно много умельцев, которые научаются, причем с нуля иногда, полностью делать и одежду из шкур, и там всюду замшу выделывать, и руки вязать, и наконечники, и там все что угодно. И есть масса экспериментов более-менее научных. Ну, вот у нас недавно был такой эксперимент, как-то он там назывался пятеро в прошлом, или что-то как-то так, когда народ заселялся на остров, где-то в Ростовской области. И вот они там сидели, там два раза это производилось, один раз совсем недолго, потом гораздо дольше. Ну, они, правда, на уровне неолита, там сидели, как бы не совсем такие древние, но тем не менее, тоже ходили в шкурах, делали каменное орудие, огонь разводили палочками. Это наши люди, да, вот русские, как бы современные, которые вот просто хорошо научились это делать, и прекрасно там они месяц или сколько там прожили. Вот, и так тоже можно. И надо просто начать, надо просто вот взяться. Допустим, в Нижненовгороде есть такой Сергей Белый, вот он просто изначально художник, да, он не археолог, ничего, но он заинтересовался всей этой темой, научился делать каменное орудие, делать шикарные совершенно вещи, у него там целый музей открыл. Так что просто вот ему было интересно, у него с руками все в порядке, с головой тоже, да, он научился это делать, вот и делает. И наконечники, и копья, вот мне понадарил, у меня там эти каменные топоры лежат, всем всегда показывают, все радуются, говорят, о, надо же. Вот, только надо это как бы начать. Вот, большинство людей современных, оно расслаблено, и как бы не видит смысла, ну, зачем мне, ну, я там пальчик пораню, вот, я не умею, я не хочу, вот, а голова-то у нас все еще, ну, пока, по крайней мере, такая же примерно. Ну, немножко у нас мозги подусохли, но не так катастрофически. Если профессор будет каким-нибудь геологом, например, вообще без проблем будет месяцами там бегать по этому лесу, и все у него будет отлично в жизни. Ну, вот, профессора бывают разные. Те, которые полевики, у них с этим все в порядке. Ну, вот, я с полевого факультета, да, с биофака, ну, там, археологи, геологи, там, уже с ними географы, да, там, ботаники, там, все прочие, там, какие-нибудь почеловеды, могут вообще без всяких проблем жить в лесу, в поле, там, где угодно. Ну, конечно, они в большинстве своем не умеют делать каменные орудия, очевидно, да, это только некоторые археологи, то не все. Но при нужде научатся. Более того, нужда-то заставляет, есть же прецеденты замечательные, когда, допустим, в каком-то 16-м, что ли, веке, какая-то группа казаков в Сибири оказалась в изоляции, ну, там, какая-то ужасная зима, там, все снабжение прервалось, и они дошли до изготовления каменных орудий, то есть у них там все желе закончилось, да, куда-то там все потеряли, как обычно, а там, потом стали делать каменные орудия, ну, потом вернулись в цивилизацию, забыли это. А потом, когда это раскапывали, уже в 20-м веке, бац, там, ну, это явно, как бы, казаки, да, уже там совершенно современные, практически неожиданно, они там из камня что-то кололи. Ну, во-первых, сапиенсы появились тоже ни вдруг и ни сразу, потому что возникление сапиенсов, это тоже сотни тысяч лет, на всякий случай, ну, как минимум, там, от 300 тысяч лет назад до 50 примерно тысяч лет назад в Африке мы, как бы, потихонечку возникали, то есть еще более древние, то уж совсем какие-то эректусы, да, а вот в этом интервале от 300 до 50 это таки почти сапиенсы, но еще не очень сапиенсы. И у них вот эти элементы потихонечку появлялись. А в то же самое время в Европе жили неандертальцы, которые вообще возникли, в принципе, в этой Европе, и ледниковый период и неандертальцы, это синонимы, это как бы одно и от другого неотделимо. И они умели жить в ледниковом климате, поэтому, когда кроманьонцы туда пришли, из Африки через Ближний Восток, ну, собственно, уже на Ближнем Востоке, и они с неандертальцами пересеклись. И понемножечку от них понахватались, и способов изготовления одежды, ну, это то, что я говорил, да, 100 тысяч лет назад разделились генетические линии плотяных и вшей, и тех, которые на теле человека живут, значит, одежда уже была. А 100 тысяч лет назад сапиенсы в Африке сидели, значит, одежда была у неандертальцев. А у нас эти вши, ну, у меня лично нет, да, но у некоторых современных людей такие есть. То есть получается, что мы вшей вместе с одеждой заняли у неандертальцев. Есть типы орудий, которые сапиенсы перенимали у неандертальцев. Может быть, даже некоторые варианты украшений как вариант. Но тут очень показательно, что сапиенсы у неандертальцев перенимали много, а неандертальцев у сапиенсов, если и перенимали, то очень мало. А, скорее всего, вообще ничего особо не перенимали. Ну, так совсем уж по мелочам. И поэтому мы крутые. Поэтому мы теперь живем по всей планете, а неандертальцы в нас растворились. Они были более домоседные, однодумные и не склонны вообще сильно много общаться. Потому что предыдущие 100 тысяч лет они сидели группами 5-10 человек на огромных просторах с минимумом ресурсов, с максимумом проблем. И общаться были не склонны вообще ни разу. То есть это было для них не очень актуально и выгодно. А наши были очень такие тусовочные люди в Африке, очень веселые, общительные. И в Европе продолжали в том же духе себя вести. Поэтому они освоили эту территорию гораздо быстрее, чем если бы осваивали ее с нуля. Если бы никто им не помогал. И вполне успешно получилось. А где-то на Востоке, наверное, от денисовцев тоже что-то заимствовали как вариант. Ну, про денисовцев мы, честно, не особо-то знаем. Но я и не особо сомневаюсь, что и от них что-то нахватали. Хищники были уже смирные. Это факт. Потому что там, где появляются люди, все хищники стараются куда-то спрятаться, подальше уйти и не отсвечивать. В этом смысле крайне показательно. Вот в Африке, да, когда там в заповедниках, там хищники то и дело, даже на территории гостиницы там кого-то душат людей, там туристов. А там, где живут охотники-собиратели, там этих хищников вообще не найдешь при своем желании. То есть они там тоже есть. И количество их всего ровно такое же. Но они людей боятся. И никогда они на кого не нападают. Ну, там супер-мега редко. Потому что они знают, что если это человек-охотник, у него как минимум там стрелы, копье какой-нибудь, ножик. И с ним связываться все дороже. Вот поэтому, да, в этом смысле сапиенсам было проще. Но они не так уж прямо и напрягались, потому что они пришли-то из Африки. А и в Африке на Ближнем Востоке фауна хищная, это примерно та же самая. То есть, ну, тут лев, там лев, тут гиена, там гиена, тут шакал, там волк, да. Ну, медведь добавился единственное. Там леопард все тот же самый. Ну, то есть какая особо разница? Ну, контервист, я не знаю. Ну, то есть, в этом смысле сапиенсы как-то не особо внимания обращали на все это звере и хищное. Еще есть такой замечательный фильм «Голод». Тоже художественный, но очень показательный. Там снимались индейцы 20-х, по-моему, годов, американские, которые вот еще и такие только что ели контактные, они еще по-английски не говорили. И там замечательный эпизод, где голод настает, ну, собственно, про это весь фильм. Индейцы, значит, еще найти, поесть, и один отправляется в лес и видит следы волков. Очень радуется и бежит скорее за этими волками. Потому что логика такая, что если волки куда-то целенаправленно бегут, значит, они нашли добычу. То есть, он не от волков бежит, а за ними, как можно быстрее, там, на лыжах, прямо наостряет и скотчет. Догоняет этих волков, они действительно там осаждают какого-то лося, он копьем разгоняет всех этих волков, убивает лося, племя спасено. То есть, психология охотника, она не такая, как у городского жителя, который мимо гаражей с собаками боится пройти. Так вот, я когда в Африку катался, вот по Лонске меня возили, рассказывали, что в какой-то момент, ну, в другую поездку, ехал, значит, автобус с туристами, и там оказался Масай среди них. И когда просто едет автобус с туристами, то все эти львы ходят вокруг, и вообще плевать хотели, и внимания не обращают. А тут был Масай. И бедная львица бегала взад-вперед, как пришибленная такая кошка, не знала, куда спрятаться. Она почувствовала запах Масая, они прекрасно различают запахи разных людей, вот, и она была полной паники вообще, потому что она знает, что если появился Масай, то все, как бы это финиш, как бы туши свет, надо срочно куда-то убегать. И она не знала, куда спрятаться. То есть один человек по запаху, она его даже не видела, уже на нее там панику навел страшнейшую. Как у них это передается, да, но, естественно, отбор великая штука. То есть если там несколько поколений львов колоть этими осягаями, то останутся только те, кто вот при таком запахе срочно убегают в кусты. Да это и не только там, да. Есть же такое мнение, например, что евразийские, ну, вот наши там сибирские, европейские волки по своему стилю поведения больше отличаются от своих предков, чем современные собаки. Потому что собаки жили все время с человеком, и как бы им меняться особо смысла нет. У них и так все хорошо. А волки, они ближайшие конкуренты человека. Они же ведут ровно такой же образ жизни, как вот эти наши предки-охотники. И поскольку люди все-таки круче, то поведение волков обязано было активно меняться. Поэтому современные волки, его и при всем опять желаний не найдешь. Даже где они живут, их надо очень долго искать. Потому что они прячутся. Они знают, что от человека ничего хорошего не дождешься. Ну, правда, современные люди уже такие более доступные, расслабленные. Не все с ружьями ходят все-таки. Так что, может быть, у нас все и обернется еще немножко назад. Ну, иначе бы мы вымерли. То есть, когда начинается вот эта грусть, что там или древние люди жили в каких-то там невыносимых условиях, или мы такие бедные, несчастные, слепые, глухие, медленные. Ну, задумайтесь о том, что наш вид сейчас доминирующий на планете. Мы всем стали конкуренты от коронавируса до всяких там бизонов. Мы всех победили, всех достали. И как бы мы себя не извели. То есть, наша ближайшая задача себе конкурентами не стать. А что-то вот иногда мы себя так ведем, что такое впечатление, что так и происходит. Но я даже не про каннибализм сейчас и не про межгрупповые столкновения, а про то, что мы как бы и внутри группы себя сейчас ведем иногда не очень хорошо. То есть, наши предки всегда выживали за счет сплоченности, за счет того, что они друг друга поддерживали. А мы сейчас, у нас вот эта племенная структура развалилась, какая-то новая как-то еще недеволюционировала. И, конечно, у нас там есть государство, законы, все дела, но все время какая-то вот непонятная такая ситуация. Кто свой, кто не свой, не разберешь. И вот это может быть плохо. Ну, это, кстати, отличный же пример. Да, там самка-шимпанзе со своей дочкой ели детенышей в своей группе. Ну, так эта группа исчезла. Они тупо съели всех этих детенышей. И все, группы, ну, там просто кто был взрослый, помер или от старости, да, детенышей нет. Эту территорию заняли соседние шимпанзе. Это вот такой замечательный пример, на котором надо учиться. Вот не делайте так. Своих трогать не надо. Ну, у современных людей понятие свойскости и чужести, оно там сильно различается. И как раз сложности обычно начинаются в том моменте, когда кто-то другого считает своим, а тот другой не считает первого своим, считает его чужим. Вот. И кто-то кому-то с распортерственными объятиями, да, а тот с топором. И вот много-много конфликтов на этом построено. Большая часть наших знаний о взаимоотношениях и древних людей, и даже современных приматов, да даже и современных людей, на самом-то деле, появилась где-то с середины 20 века и дальше. И в настоящее время начинает, ну, продолжает, вернее, богато накапливаться. И тут есть такая заковыка, что с одной стороны, понятно, узнать о взаимоотношениях людей в древности довольно-таки проблематично, потому что у нас обычно остаются косточки, там, камни какие-то, да, ну, и чаще косточки-то и не человеческие, а всякие звериные. И понять, вот как они там общались, бывает сложно. Вот. Но с другой стороны, что приятно, не так уж сильно что поменялось, потому что вот эти поведенческие все вещи, они быстро-то не меняются, ну, по крайней мере, их врожденная часть, то, что у нас прошито в генетике, оно, начиная там с каких-то узконосых обезьян ранних и до современности, видимо, не сильно, как и поменялось. И это мы можем видеть как по древним остаткам, так и наблюдая за современными приматами. Ну, а сравнивая одно с другим, у нас вырисовывается замечательнейшая картина. И мы видим, что древнейшие человекообразные обезьяны, а, наверное, даже и немножко раньше них, ну, где-то там 30 миллионов лет назад, там 20 миллионов лет назад, 18 миллионов лет назад, 15, они по некоторым своим вот этим поведенческим параметрам может быть даже были чуть больше похожи на нас, чем на многих современных человекообразных обезьян. То есть в плане вот этого поведенческого как бы момента, да, общения, люди могли оказаться даже более примитивными, архаичными, чем, скажем, гиббоны, гориллы или шимпанзе. Потому что, ну, как мы это узнаем? У нас есть черепа, на черепах есть морда, на морде есть клоки. И размеры морды и клыков в общем и целом у самок маленькие, у самцов большие. Это называется половой деморфизм. И когда у нас есть большие выборки по разным видам, ну, например, среди макак или там мартышек, да, с разным немножечко поведением и с разными соотношениями вот этих челюстей. Мы можем посчитать взаимоотношения, как бы, да, корреляция размеров вот этой морды, полового деморфизма и внутригрупповой, особенно межсамцовой агрессивности в этих самых группах. Как? Тут есть такой нюанс, что это как бы демонстративная агрессия. То есть, когда морда здоровая, клыки большие, да, персонаж получается страшный, его все боятся, но никто с ним особо не дерется, потому что нарваться-то на такое не хочется. Это такая система классная регуляция. И у тех, которые самые такие агрессивные и выпендрежные, ну, какие-нибудь павианы, допустим, современные, да, или там гориллы современные, которые могут там бить себя в грудь, да, там скалить эти зубы, громко реветь, но очень редко драться, потому что, ну, они сильные, они поубивают просто друг друга. У них вот эти челюсти самые здоровые. Те, которые самые эгалитарные, такие мирные, спокойные, у них челюсти самые маленькие, тугибонусы современных, допустим, человекообразных. Но вот эти древние человекообразные, самые древние, проконсулы, они имели соотношение челюстей, клыков и мозговой коробки скорее похожее на наши на самом-то деле. То есть мозгов у них, конечно, как павиана было, там, 100 грамм с лишним, ну, с небольшим, там, 130 где-то грамм, но мордочка-то была небольшая. И это был первый такой шаг в нашем направлении. В последующем некоторые человекообразные обезьяны ушли в какие-то свои специфические области. Там гориллы стали очень большими, да, шимпанзе стали особенно агрессивными, ну, которая обыкновенная, гиббоны стали семейными, а мы сохранили архаичный вариант. И в последующем мы это видим по другим охоткам, ну, уже ближе к современности, да, какие-нибудь там астрономопитеки, ранние хомо и так далее. Вот в этой линии челюсти немножечко уменьшаются, клыки немножечко уменьшаются, в то время как у других человекообразных обезьян они очень сильно растут. И показательно, что в редких случаях, когда у нас есть остатки не одного индивида, а сразу целой группы, ну, таких, правда, у нас единицы, но есть, мы можем оценить еще и состав группы. И он каждый раз у нас примерно одинаковый получается, где-то там от 15 до 30-40 индивидов. То есть эта численность, она такая же и у павианов, и у шимпанзе, и там, не знаю, у людей в самых разных версиях, да, это вот то число, которое для нас комфортное, потому что оно определяется просто размерами тела, доступными ресурсами, ну, сколько мы можем с заданной площади съесть, да, а площадь задается способностями к передвижению. Ну, мы за день можем где-то там километров 15 без напряга пройти, ну, если постараемся, 30. Ну, и получается, вот круг диаметром там где-то 30 километров, условно, да, это территория, с которой мы за день можем собрать еду. При наших размерах тела, ну, если там в страноптеке они килограмм 30 весили, да, мы там чуть побольше, ну, опять же, ресурсы бывают не одинаковые, но получается, до 30, там, максимум 50 индивидов. И эта численность универсальная, она, вот я, как уже сказал, и у павианов такая же примерно, да, и у шимпанзе, и у горил, и у каких-нибудь там эскимосов, и у бушменов, австралийских аборигенов, индейцев, то есть, казалось бы, люди, живущие совершенно в разных условиях, но все равно каждый раз одно и то же получается. И это настолько здорово прописано у нас в голове, что мы то же самое встречаем в офисе, да, сколько человек комфортно себя чувствует в офисе, когда слишком мало, все тоже там драться между собой начинают и скандалить собачица, а когда вот как бы не слишком много, не слишком мало, и вот эта вот не слишком самая то, золотая середина определяется просто нашими размерами и нашей прожорливостью, ну, и уровнем нашего обмена веществ, да, и доступностью ресурсов. И оно у нас вот прописалось еще миллионы лет назад, и до сих пор такое же есть. Количество школьников в классе, количество солдат в возводе, там, и так далее, и так далее, там, количество, я не знаю, сотрудников на кафедре, стандартный размер кафедры, он где-то такой, есть там от 10 до 50 человек, да, вот, а если какие-нибудь охотники-собиратели, например, собираются толпой больше 50 человек, они уже начинают скандалить, начинается мордобой, начинается убийство, то есть наши предки на уровне охотников-собирателей, они там миллионы лет в буквальном смысле так существовали в таком режиме, но когда люди изобрели производящее хозяйство, причем, кстати, в разных местах, независимо, что интересно, то есть стали растить какой-нибудь там просо, я не знаю, пшеницу, да, пасти каких-нибудь кос, овец, еще что-нибудь такое, там, свиней, то численность резко возросла, и крайне показательно, что в раннем неолите, где бы мы его не смотрели, ну, особенно для Европы это здорово известно, и, кстати, в Африке в Северной то же самое, начинается ужаснейшая резня, то есть начинаются массовые убийства, погребения людей с вотнутыми там в разные места наконечниками, с пробитыми головами, и вообще страх ужас, каннибализм, потому что системы регуляции общения, да, они все такие же, как были у обезьян, рассчитанные там на 30 человек, а в деревне уже 200 человек, и кто эти люди вообще, да, их там не запомнишь, он хороший, нехороший, свой, не свой, совершенно непонятно, и начинается вот резня и мордобой, вот, ну, до некоторых пор это как бы продолжается, но потом происходит отбор, естественный, конечно же, и выживают только те группы, где-то как-то регулируются на новом уровне, ну, уже не биологическим путем, только, а социальным, ну, в принципе, могли бы и биологическим, наверное, но для этого просто еще время недостаточно прошло, потому что у нас всему производящему хозяйству, ну, там, в самом максимальном варианте, там, 12 тысяч лет, это только там в отдельных местах, а так в среднем 7 тысяч лет, да, это для эволюции вообще ни о чем, поэтому вот уже там еще как-то на лице это все рисовать, там, уменьшать надброви, да, челюсти, клыки, это все уже как-то не очень, а возникает, у нас же уже к этому моменту есть речь, у нас есть там жестикуляция, и у нас есть, ну, какой-никакой социум, и он начинает резко усложняться, то есть, если до этого момента, до производящего хозяйства, все жили просто семьями, то есть, это была просто семья, да, и там смысла не было выбирать там себе вождя, например, шамана какой-нибудь назначать, да, мастера там по, не знаю, орудиям, мастера по огню, потому что их всего там 10 человек, из них большинство, конечно же, дети, там, три взрослых мужика, там, пять взрослых теток, да, и как бы, какой шаман вообще, какой вождь, это просто семейная группа, они все друг другу родня, и друг про друга все прекрасно знают, им не надо что-то выяснять, каждый другого видя с детства, а вот когда появляется уже большая толпа народу, то надо это регулировать, и тут же появляются какие-то вожди, появляются жрецы, у них возникают какие-то сразу эффектные признаки их принадлежности, да, к особому статусу, то есть, какие-нибудь там, не знаю, бусы особой формы, прически, золотые тапочки, ну, и потом уже это обращается в сторону, там, погребального обряда, когда мы видим всякие гробницы, забитые золотом, все такое прочее, понятно, что на первом уровне, вот эти, особо, как бы, значимые люди, да, такие высокого положения, они это свое положение получали, скорее всего, путем каких-то своих заслуг, и успехов, ну, то есть, он умеет хорошо делать орудия, да, он там хорошо общается, умеет договариваться, он там достаточно мирный, хитрый, да, какой-нибудь изворотливый, и всем нравится, там, харизматичный, это называется, и его выбирают, но поскольку мы зверюшки, по-прежнему, то возникает соблазн, конечно же, вот эти льготы передать по наследству, ну, а поскольку на детях часто природа-то отдыхает, и такие способности могут ребенку-то особо и не передаться, то передается уже социальным путем, да, то есть, там, наследственная власть, ну, она тоже там далеко не везде, и не сразу возникает, но рано или поздно к этому почти везде приходит, что там сыночку надо тоже там передать княжение, там, какой-нибудь престол, да, великокняжеский, там, еще что-нибудь такое, это уже у каких-то шумеров, на самом деле, было, и даже более того, там есть такой чудесный стиль письменности, ну, жанр, вернее, не стиль, а жанр, поучения царям, когда, значит, такое поучение молодому царю, как надо себя вести, как должно вести себя, значит, это главному, что там, твой сосед, твой враг, сосед твоего соседа, твой друг, там, ни с кем не скандаль, да, лишний раз там не выпендривайся, веди себя скромно, а это такой прекрасный жанр, всем советую почитать, ну, там не так много его, конечно, сохранилось, это все-таки эти глиняные таблички, но есть, тем не менее, причем они, они как бы много, ну, в смысле, немного самих табличек, но они из разных немножечко времен, и там это само по себе как бы меняется, ну, а в последующем это уже у всяких там греков, и римлян там достигают уже прям такого нормального развития, естественно, вот так что у нас основа поведения сохраняется еще строго обезьяне, практически там как у каких-то проконсулов австралопитеков была, но культура-то у нас тоже появилась, и культура поверх накладывается, и создается косяк, как бы, да, потому что биологически мы приспособлены к одному, а культура вынуждает жить нас совершенно в новых условиях, и возникают сложности, поэтому тут же появляется там преступность понятия, законы, милиция с дубинами, которая пытается там всех привести в порядок, еще что-нибудь такое, ну, там тюрьмы, мораль, религия, да, какие-то установления, ну, можно как бы дубиной всех, к счастью, загонять, а можно уговаривать там, а вот боженька велел, значит, быть хорошими, да, там заповеди нам спустил на скрижалях с горя Синай, и тут уже, ну, кому что, как бы больше заходит, да, и в каждый конкретный момент немножко по-разному, но оно, как всегда, там кнут и пряник, да, они должны быть вместе в одной руке, в другой руке, вот, и сейчас мы на таком эволюционном перепуте получаемся, то есть у нас, вот, биология тянет в такую дремучую, как бы, сторону, а культура в другую, и это очень часто сталкивается в разных, как бы, микрообществах, да, то есть когда, допустим, человек из деревни приезжает в город, а в деревне он привык со всеми здороваться, да, идет по городу, со всеми здоровается, на него смотрят как на сумасшедшего, ну, что-нибудь из этой серии, особенно если это человек какой-то совсем простой, даже не из деревни, да, какой-нибудь там охотник из сибирской тайги, ну, какой-нибудь Дерсу-взола классический пример, ну, там еще такие есть, и вот у них происходит как бы ломка такая стереотипов, и чтобы это прописалось у нас в геноме, чтобы мы до этого дошли и биологически, нужен еще долгий-долгий путь, раньше-то мы эволюционировали в маленьких группах, а отбор был жесткий, то есть если кто-то вел себя неправильно, ну, там, не дружелюбно, не помогал родным, не помогал старшим, там, еще что-то такое, ну, он быстро кончался, или гены его исчезали, а теперь такого отбора-то нет, потому что у нас общество сильно развитое, и можно быть упырем, да, и даже если там поубивал кучу людей, тебя сажают в тюрьму, а потом еще там выпускают, за хорошее поведение, и ты плодишься, размножаешься, да, и свои эти ужасные гены передаешь там дальше, ну, если геномания сейчас вообще существуют, ну, допустим, они есть, и в итоге у нас как бы вот непонятно, куда дальше нас понесет, потому что отбор нормальный прекратился, а нового как-то не очевидно, чтобы он был, ну, мы биологические объекты, более того, всегда же стоит помнить, что часто вот противопоставляют, да, как бы психику и тело, как бы, но это их нельзя противопоставить, потому что наше поведение, наша психика, это и есть наше тело, и даже не только мозг, что характерно, ну, в основном, понятно, мозг, да, поведение, но и все остальное тоже, ну, например, если у человека, я не знаю, там, колено болит, то он уже не так себя будет вести, как с нормальным коленом, да, или он там, если кашляет, он уже будет там более раздражительный, скажем, вот, или другие люди к нему будут не так относиться, ну, если у него, я не знаю, там, уши какие-нибудь там особо лопоухи, а общество какое-то нетолерантное, да, будет его гнобить за это дело, и уже у него психика будет другая из-за этого, то есть нельзя разделить психику и тело, тем более, что мозг это вполне биологический объект, с заданными физическими характеристиками, у него там есть проводимость, его надо питать, он потребляет кислород, у него определенный размер, там, количество клеток ограничено, ну, количество связей там математически практически не ограничено, но это потенциально, а на практике-то все равно ограничено, и самое-то главное, что наша психика и наш мозг возникли не для того, чтобы мы жили современной жизнью, а они возникли, чтобы мы жили древней жизнью, наши мозги возникали, чтобы решать первобытные задачи по охоте, разведению огня, да, войне с соседями, еще что-нибудь из этой серии, а не для того, чтобы сидеть перед ноутбуком и лекции читать, но тут вот есть опять же такая заковыка, что с одной стороны, конечно, Кропоткин был в каком-то смысле прав, когда говорил про это сообщество анархических общин, да, и в принципе это близко к такому природному идеалу, ну, Кропоткин про это, конечно, не знал, он-то как-то по-своему там к этому дошел, но вообще-то так и есть, да, маленькие хуторки такие, там, вишневый садочек, это вот по сути идеал-то и есть, да, сидеть там тихомирно, никого не трогать, но есть соседи всегда, и они всю малину-то портят, потому что ресурсы-то так, они-то ограничены, и соседи всегда покушаются на то, что-то имеется, и выигрыш получают те общины, которые сплачиваются между собой, растут, а чем больше общины, тем сложнее управление, в итоге это вырастает до сверхдержавы, да, рано или поздно там эти все империи рушатся, ну, и вот оно вот такими какими-то наплывами, да, то разваливается, то собирается, катится не пойми куда, и тут уже наша вот эта история такая австралопитековая, да, и там хомовая такая древняя, она плохо работает на самом деле, то есть наши стереотипы поведения охотника-собирателей в новом сложном обществе в большом государстве работают очень нехорошо, да, так он, я говорю, он и не мог построиться по определению, потому что, если бы попробовали построить сообщество вот этих там анархических общин, ну, пришли бы соседи, да, ну, в реальной ситуации тогдашней, Польша есть рядом, Китай с другой стороны, там, Япония, и все эти анархические общины моментально сметаются, там, какой-нибудь маломальской армией, там, соседской, все, ничего от нее не остается, так что, как бы, мы все время стремимся к некоторому идеалу, да, все хотят спокойную дачку где-нибудь иметь, да, в деревне сидеть, на Сурсии выращивать, как бы, и там, какой-нибудь виноград с ветки срывать, вот, но, как бы, так не получится, на самом деле, или нужны бесконечные ресурсы и отсутствие конкуренции, но это не про наш мир, по крайней мере, сейчас, но, собственно, это и повторится тогда, вот, эпоха раннего неолита, ну, кстати, не исключено, что скоро мы к ней придем, потому что, сейчас все наше боголепие зиждется на дешевой нефти и газе, ну, и там, в какой-то степени угле, ну, и там, прочих всяких полезных вещах, да, но они, как бы, могут кончиться рано или поздно, ну, пусть не завтра, как бы, да, ну, там, лет 200-300 еще их хватит, а потом они кончатся, и если мы не изобретем что-нибудь новенькое, там, какой-нибудь холодный синтез, то мы еще в этом раннем неолите вполне себе окажемся, а еще стоит помнить, что значительная часть населения планеты оттуда не особо куда и вылезала, ну, может, там до раннего железного века бы добралась, да, и пусть они там сейчас с айфонами и на машинах, но все равно уровень общества-то все тот же ранний железный, это чуть ли не большая часть населения планеты, строго говоря, так живет-то, и у нас в стране, что характерно, тоже, если чуть подальше там от столицы отобраться, так что не надо преувеличивать нашу цивилизованность, потому что все время есть нестыковка во зрении соседних групп, то есть, ну, грубо говоря, немцы, да, считают каких-нибудь сенегальцев своими, ну, потому что им объяснили там с детства, еще с детского сада, да, там вталкивали в голову, что все люди братья, все там одинаковые, все такое, а сенегальцы не считают немцев своими вообще ни разу, и все, и тогда какое-то общество будет проигрывать, ну, с другой стороны, вся история человечества, это вот такая чехарда, да, такие как бы прыжки друг через друга, и когда-то, наверное, жители Древнего Рима тоже так вот смотрели на всяких там вандалов и говорили, ой, как господи, дикарей понабежало, все сейчас поломают, да, и будет провал, ну, и он на какой-то степени и был, но потом вырулили как бы на более высокий уровень, у нас, в общем-то, тоже сколько раз как бы были там и подъемы, и падения, так что хочется верить, что вот современные все проблемы, это ломк старого, без которого невозможно построение нового, это вот оптимистичная как раз сторона нашего прошлого, что с одной стороны мы, конечно, такие архаичные, примитивные, дремучие, а с другой стороны у нас есть яркое отличие от обезьян и всяких там астралопитеков и более древних, мы добры все-таки, ну, к своим, то есть, как бы, мы заботимся о ближнем своем, а как бы, о дальнем, может быть, не очень, но кто его о дальнем увидел, и нам надо еще доказать, что он человек, а к ближним мы очень даже заботливы, и это появилось, что приятно, прямо на самых ранних этапах становления рода Хома, то есть, буквально-таки, одни из самых первых представителей именно нашего рода, которые стали использовать орудия труда, изготавливать, что характерно, орудия труда, уже заботились о своих немощных и старых, то есть, это самый древний, как бы, пример, находка в Дмонисе, в Грузии, которая, кстати, и сейчас вроде как славится долгожительством, да, и таким особо трепетным отношением к пожилым людям, и, как выясняется, еще миллион восемьсот тысяч лет назад уже это тоже там было, но это, правда, были не то, что прямые предки современных грузин, но территория та же, там найдено пять черепов, из которых один, четвертый, по времени нахождения, он очень старый, по, как бы, темпам взросления, ему, если бы вот сейчас он жил, да, было бы лет восемьдесят, на самом деле, и самое главное, у него вообще нету зубов, а вот это полное отсутствие зубов, это смертный приговор, на самом деле, для обезьян, то есть обезьян без зубов не живут, они помирают от голода, значит, кто-то его кормил, он, конечно, мог и сам себя кормить, но, скорее всего, у него весь остальной скелет был такой же изношенный, и, ну, учитывая, сколько вокруг бегало всяких там шакалов, ягуаров европейских, там, леопардов и всего прочего, там, саблезубых тигров, несколько видов, жить ему, как бы, долго бы не пришлось, вот, и очень показательно, что в чуть более позднее время количество вот таких старых и больных людей с отклонениями, ну, приобретенными уже в течение жизни, да, от старости, оно только растет, растет и растет, то есть для ранних хомо, это практически одна вот эта находка в Дмонисе, для хомоэректусов, для пятикантропов, там таких не сильно много, и, кстати, очень показательно, что на уровне пятикантропов резко повышается травматизм, на самом деле, то есть количество черепов со следами ударов, всякими орудиями растет, потому что древние системы регуляции общения в виде вот этой там морды и клыков уже как бы не работали, потому что, ну, лицо-то не такое же большое, а орудия-то появились, и по голове-то стучать друг друга стали, и они вот, у них там черепа стали толще по этому поводу, не просто так, а старых как бы не особо много, но есть все-таки тоже больные, которые болели, там, и туберкулезом есть находка, вот в Кокобазе, в Турции, там, и всякие другие, с рожденными отклонениями, допустим, в сале Марокко там человек с какой-то родовой травмой, с перекошенной головой, но ничего, тоже жил нормально, а начиная вот где-то с так называемых палеоантропов, да, то есть это где-то со времени около ста тысяч лет назад или около того, количество вот этих стариков резко возрастает, причем, что показательно не только в нашей линии, но и у неандертальцев, то есть, есть люди с кучей болезней, допустим, в Шенидаре, там, лучшие примеры, когда там, один Шенидар первый, у него не было одного глаза, там, правой руки по локоть, у него спина не гнулась, он был глухой, у него какие-то шрамы на лбу были, там, зубы истертые, ноги вообще все какие-то перекосеченные, тоже больные, с переломами опять же, то есть он функционально одноглазый, однорукий, по сути, одноногий, учитывая переломы, с негнущейся спиной, и тем не менее, дожил тоже до 50 лет, его пережил только Шенидар пятый, у которого поперек всей головы, тоже огромная вмятина от какой-то дубины, вот, и Шенидар четвертый, тоже весь перекалеченный, и тоже пожилой, вот там троица этих пожилых, да, и они самые больные, то есть явно о них много заботились, и такие находки есть и в Европе, для Шапель-Осиен, и там, в других всяких местах, а у сайпинсов, это выходит уже на совсем новый уровень, и мы начинаем уже это не просто, как бы, делать на автомате, а еще как-то и объяснять для себя, да, придумывать себе всякие правила, ну, иногда это в виде каких-то там пословиц-поговорок выливается, да, иногда прям в виде кодекса какого-то, ну, вплоть там до современного уголовного, что там можно делать, что нельзя, да, ну, а уже на совсем современном уровне пенсии появляются, вот, и вот такого свойства нету ни у кого, то есть, а своих немощных, больных и старых, кстати, это не только старых касается, это и детей касается, потому что в древности есть довольно много находок людей с всякими отклонениями, опять же, которых долго поддерживали, там и Сунгерея вдоль них вестойницах, там детишки все какие-то с отклонениями, да, которые долго болели, но их выращивали, там, в Рамита человек с карликовостью дожил до 20 лет вполне себе успешно, и даже еще в неандертальские времена такие примеры есть, допустим, в Кавзехе там ребенок с гидроцефалией, там другой ребенок там же в Кавзехе 100 тысяч лет назад еще, его по голове стукнули где-то лет 6, а он еще потом 6 лет жил с ужасными отклонениями, видимо, в психике, потому что там мозг был довольно основательно поврежден, и ничего, еще 6 лет его опять же кормили, о нем заботились, ну, умер уже от какой-то там совсем другой причины, и вот эта вот способность заботиться о своих, о детях, о стариках, вообще друг друга поддерживать, да, появляется еще масса людей, ну, пусть даже средне-взрослых, но с какими-то мощными травмами, со следами заживления, у неандертальцев опять же есть, там, в Сен-Сизере, там, и там таких примеров массу можно привести, там, кроманьонница зверя, вейерер, господи, вейерер, во Франции название, там, с осломанной ногой, с ужасным смещением, тоже, он явно был совершенно не работоспособный, но его долго лечили, и там, так далее, так далее, и вот такой фишки нет тут ни у кого, это, как бы, дает надежду на то, что мы на новый уровень тоже способны выйти, если уж мы на это вышли, вот, а дальше ведь это превращается в способность общаться и с другими живыми существами, ну, само по себе, как бы, появление производящего хозяйства, это продолжение все того же, то есть, вначале мы заботимся о детишках, потом мы заботимся о стариках, потом мы заботимся о детишках животных, или там, о детишках растений, да, потом мы это сажаем, выращиваем, и вот у меня сейчас под боком, а только что на спине сидел голубь, да, вот у меня дочка с улицы приволокла двух раненых голубей, потому что вот такое у нас свойство в мозге есть, пытаться заботиться о ком-то, голуби, если голубенок раненый, не заботятся, а вот моя дочка взяла и позаботилась, вот, ну, правда, заботюсь больше в основном я, чем дочка, но, как бы, я заботюсь о дочке, я заботюсь о голубях, дочка тоже иногда о голубях, и как-то вместе, вроде бы, вот вытягиваем вопрос, как это распространить на все человечество, то есть, вот это понятие своего, да, оно у каждого, как бы, ограничено чем-то, то есть, для кого-то свое, это вот только там, папа, мама, брат, сестра, да, для кого-то это уже там родная деревня, для кого-то родная страна, а для кого-то там весь мир, но таких пока небогато, а мир-то большой, и вот если бы это понятие о свойскости распространилось на всю планету, вот тогда бы мы зажили, тогда бы у нас был мир во всем мире, но, видимо, это следующий уровень, пока мы дошли хотя бы до создания сверхдержав, это уже как бы неплохо, да, у нас на одну шестую часть суши, ну, или сколько там, одну седьмую страна, это уже успех, а дальше, глядишь, больше можно, но, с другой стороны, внутри каждой сверхдержавы, они-то как бы, ну, там, с переменным успехом, но пытаются, да, как-то поддержать себя в рабочем состоянии, ну, как бы они там не пытались на кого-то нападать, все равно потихонечку, помаленечку, ну, и сравнивая с прошлыми временами, у нас становится лучше, то есть, уровень насилия, он реально как бы падает, то есть, если взять всяких неандертальцев, кроманьонцев, при том, что они там заботились и так далее, на каждом втором какие-то повреждения, ну, часть это там на охоте, они там что-то себе поломали, а часть это вполне боевым оружием, у тех же шинедарцев, там, пробитые ребра копьями, да, еще там из этой серии все есть, так что они довольно регулярно дрались, да, сунгирцы убили копьем в шею, там, сантеодоро, наконечник в тазовой кости, ну, и таких полно еще, вот, а, и вероятность, да, умереть от насилия у мужчин была практически близко к 100%, то есть, они умирали, конечно, редко, как бы, да, но метко, ну, соседи были меткие, и вероятность того, что человека убьют, она была очень большой, на самом деле, ну, стоит встретить только соседа, и чтобы он тебя увидел раньше, все, и привет, как бы, ну, или, как бы, в приятном варианте, как бы, с личной точки зрения, когда ты соседа увидишь первый, вот, из кустов там подкрадешься, но, чем дальше, тем лучше, и сейчас все-таки вероятность, ну, вот у нас, по крайней мере, в стране, да, погибнуть от убийства, но она очень маленькая, то есть, есть убийство, да, проблема имеется, для этого у нас есть, опять же, там, милиция и все такое, но, в проценте смертности, вообще, это, как бы, ни о чем, вот, даже если там не то, что с каменным веком сравнивать, да, со средневековьем, или там, даже с 19 веком, да, когда там, куча народа погибала в войнах, вот, там еще при отсутствии медицины, и всего прочего, а сейчас сама вся медицина, это же тоже из этой же серии, это старательная забота о своих, при том, что врач лечит незнакомых людей-то, чаще всего, он вообще не знает, кто это такие, он в первый раз их видит, да, и никогда больше не увидит, ничего, лечит, старается, и всю жизнь этим занимается, то есть, вот эта наша, как бы, отзывчивость и доброта, они эволюционируют по-своему, но вопрос, не перевесить ли это рано или поздно в другую сторону, потому что, когда появляется много альтруистов, то эгоисты получают, на самом деле, преимущество определенное, ну, то есть, в обществе идеальных альтруистов, эгоист, он чувствует себя прекрасно, потому что все ему готовы помогать, да, а он, как бы, может не тратить свое время, силу, энергию на помощь кому-то, потому что он идеальный эгоист, ну, вот у Александра Маркова есть шикарные расчеты, где все это волнами, значит, там развивается, причем это еще, там, для бактерий работает, там, для грибов каких-то, и у человека все то же самое, только у человека, понятно, сложнее намного, и вот у нас вот эти волны, как бы, есть, да, то там мировая война, то потом строим социализм, то по всей планете, ну, вот, да, тут, как бы, вопрос, че и как это вот дальше будет, но, опять же, если смотреть в больших масштабах временных, сейчас мы, конечно, живем в раю, по факту, ну, есть места на планете, где все печально, конечно, и не так далеко даже от нас, но вот, по крайней мере, у нас в стране сейчас близко к райским условиям, то есть так хорошо не жили люди на планете практически никогда, есть же такое соображение, я не помню, где-то я вычитал, что какие-нибудь короли 18 века, да, жили гораздо скромнее, на самом деле, чем современный простой горожанин обычный, ну, то есть там у него, конечно, у этого короля был там дворец с золотом и все такое, да, но в плане там питания, медицины, продолжительности жизни, безопасности личной, ну, по всем этим параметрам короли проигрывают, там количество даже вещей, да, которыми они обладали, то есть, с одной стороны, конечно, король, он обладает всеми вещами в стране, там, абсолютистская монархия, но все равно, а у нас есть там все эти компьютеры, телевизоры, там, куча одежды бесконечное количество, мы из любой части планеты можем получить в любой момент что угодно, да, то есть, ну, у кого такие возможности, когда вообще были, еще и с космоса можем на себя же посмотреть, это же вообще чудеса, но для этого полезно изучать как раз прошлое, вот этим-то и полезно быть историком, археологом, антропологом, потому что, когда смотришь, как было в прошлом, и даже не очень отдаленном, надо сказать, там, еще даже сто лет назад, да, большая часть планеты такая была, то прям начинаешь чувствовать себя реально в раю, вот, я сейчас в данный конкретный момент, прямо, да, вот, перед этим эфиром и после пишу вторую часть «Баек из грота», например, вот, как раз там истории жизни древних людей, я пока одну историю пишу, столько успеваю перечитать, думаю, елки-палки, как у нас хорошо, потому что они там все время голодали, все время что-то там ломали, кто-то их там ел без конца, какие-то там львы на них нападали, ужас просто, а мы вот, а я могу сидеть и про это писать, да, а потом кто-то будет сидеть и про это читать, это же чудеса просто, потому что, когда человек всю жизнь в такой, как бы, вот, среде растет, ну, ему кажется это естественным, да, и даже мои детишки, да, когда вот мы недавно с моей женой, с моей мамой, да, детишкам рассказывали там про 90-е годы, ну, это было-то все ничего назад, и они, о, там, макаронами питались, надо же, да, там, еды там мало было, не так много, и там, очереди какие-то, и это, причем, 90-е годы тоже там, прям, скажем, ну, не то, что прям пухли с голода, то есть дефицит, но это как бы не каменный век все же, вот, и уже там прошло, сколько там, 30 лет, ну, даже меньше по сути, и уже детишкам это кажется какой-то сказкой, вот, а естественно, современным состоянием кажется естественным, вот, поэтому полезно про это периодически вспоминать и говорить, и как-то изображать. Этнография как бы в сложном состоянии находится, потому что, когда эти архаичные общества еще были, в таком более-менее нетронутом виде, не было самой этнографии особенно, а теперь, когда этнографы уже готовы, да, методически к этому подойти, общества кончились, потому что они все уже так или иначе цивилизованы, ну, остальные там остались эти андаманские аборигены на Сентинельских островах, и как бы и все, в общем-то, ну, и там парочка каких-то племен, там, может, в Амазонии, ну, которые тоже не такие уж примитивные, потому что они уже с производящим хозяйством, на самом деле, они там сажают что-то такое на полях, так что сейчас с этнографией сложно, и, с другой стороны, она накопила за, там, 200 лет своего существования немеренный материал, сейчас с этнографом можно даже никуда не ездить, а многие, собственно, так и делают, а просто, как бы, собирать базы данных, вот, потому что уже изучили, и делать из этого выводы, и, поскольку обществ много, они все разные, как раз, вот мы эти закономерности-то и видим, о которых мы сегодня говорили, но тут всегда еще стоит помнить, что нету какого-то примитивного общества единого, то есть все вот эти разные общества, они очень различные, существует такая шикарная книга этнографа Артемовой, «Колена и Сава», всем рекомендую прочитать, там вот как раз описаны группы охотников-собирателей с разных территорий, и они все друг от друга отличаются, по самым разным показателям, то есть вот этот образ просто какого-то абстрактного дикаря, это небывалая вещь, которая не существовала никогда, а в реальности люди разные, и как раз вот какие-то оказываются более выигрышные, какие-то нет, еще в зависимости от условий, где-то у них много ресурсов, где-то мало, где-то они решают проблемы войной, где-то миром, где-то просто там расходятся по разным сторонам, то есть люди очень разные были всегда, не надо слишком обобщать, и древние люди местами были даже, может быть, еще более разнообразные, чем мы, у них глобализации не было, они изолированы были друг от друга, ну это уже совсем другая тема, потому что все-таки социальные взаимоотношения с расой не связаны, честно говоря, никак, ну потому что раса это гены, да, по сути это биология, а социальные взаимоотношения это обучение, то есть оно накладывается, конечно, на гены, но у нас поведение контролируется таким количеством этих генов, что они друг друга там компенсируются страшной силой, индивидуальная изменчивость, разброс такие огромные, что усреднять здесь смысла по поведению как бы довольно мало, ну вот генетически обусловленная часть как бы поведения, вот поэтому расоведение это прям вообще отдельная область, и это совсем своя история. На Западе практически действительно умерла, там есть буквально пара человек, которые в этом что-то еще понимают, у японцев, кстати, неплохо с этим, потому что они как-то на острове сидят, и они там не особо политкорректные, в Бразилии, в Альгентине, я знаю, есть пара человек, которые этим занимаются, вот, до недавнего времени в Польше были, и вот у нас все, больше людей нет.